Послание апостола Павла к римлянам 7 глава 13 стих Вы старайтесь запоминать, на основании чего сегодня говорится проповедь По повязку проходим послание к римлянам И вы мысленно воображаете, перейтитесь назад И вот мы получили письмо Но пишет любимый нами пастырь, от которого многие, может быть, обратились Считают, и что они нового нашли? Он говорит, грех становится крайне грешен посредством заповеди Оказывается, грех, да еще может быть грешен, да еще и крайне грешен Спроси сегодня, кто про это знает, понятия не имеет Ну, грех такой, ну, большой или маленький грех, мы-то так судим И большой грех томит душу А маленький грех, да на каждом шагу оскорбил, сказал неправду Облыжное слово повесил на другого Рассказывает К одному пустыннику пришли двое Один горькими слезами выливает, а другой веселый Он сразу спрашивает, в чем дело, тут я пал, грех, большой грех А тот говорит, а у меня ничего такого не было, ну, было, там где-то поссорился, сказал так и все Он дал каждому по корзине и говорит, иди, найди камень, чтобы полную корзину, один камень А другому говорит, ты маленькие камушки собери, полную корзину Тяжесть одинаковая Пришли А теперь, говорит, идите и разбросайте Ну, тут еще бросать, бросил камень, он лежит А тот камушки разбросал, вернулись А теперь пойдите, снова соберите Тот пошел камень, опять загрузил в корзину А который мелкий, походил, два собрал, остальные все одинаковые лежат Ну, какое брать-то? Это как песчинки кучи Ну, ты понял, говорит, нет В этом есть смысл Большой грех Он приводит к покаянию, как пророка Давида А потом, что делал Давид И делал такое А о чем уже нигде не считаем мы Он только сам о себе говорит Я пал, я согрешил Он только один грех, вот этот видел А что, в прийти законы дальше, нарушения какие были Нарушения явные, достойные смерти его Это уже уходило где-то мимо Невоспитанность детей Потрясающая была У Давида в семье яролаж был абсолютный Брат насилует родную и сестру Но это ясное дело, не в каждой семье Другой брат режет глотку Брат уже, а то все у него И он, говорит, винил Давид Что завел с карахода, по-моему И ничего не предпринимал И он не стоял вопрос Такой, а зачем тебе нужно авесолома Что ты сейчас делаешь? Он даже вопроса не ставил Святые говорят так Невоспитанные дети, это твоя смерть А Давид разве про это не знал? Притом он разве и не знал, что смерть за смерть? А однако сыну Он сделал поблажку и закон Божий нарушил А то слава в апсалону А потом поплатился тем, что едва сам жизни не лишился Но уже 50-й апсалон Быть еще из него Бог не мог Как будто ничего этого не было Я просто для примера говорю Итак Когда есть заповедь Вот тогда грех делается крайне грешен Пока не было устава, не было сказано То считалось, что Незначительно Вот сегодня Отмечает православный день Святой Троицы Сошедствие Духа Святого И Дух Святой Христос предсказал о нем Придет Ну и что придет? Выходите на улицу сегодня из храма Скажите, какой день Троица? Вот там веточки, все это знают Точно та же трава во всех храмах А назначение Духа Святого какое? Как какое? Ну батюшка сказал И любых Бога Отца И общение Причастие Святого Духа А причастие это причащение Люди понимают А Господь сказал Дух Святой придет И обличит Мир И дальше перечисляет о чем Главное Для чего Дух Святой придет Это для нашего обличения А вот этого-то совсем люди не знают А как обличать? А что это такое, чтобы нас обличать? Да там означает, что Дух Святой во мне Я могу обличать, имея право Ты обличаешь лишь отца, как ребенка остановил Это Дух Святой О суде О правде И перечисляет И в чем это заключается? Поясняет дальше И Дух Святой будет напоминать о дьяволе постоянно Почему? А князь мира сего осужден Вот это все заключено здесь Это как заповедь дана И главный грех против Духа Святого Кто-то грешит против Духа Святого Кулу скажет Не простится ни в этом, ни в будущем Вопрос-то это А что Дух Святой выше Христа? Христос говорил, когда это Он был в оплоте И против Сына человечества И против Христа в Боге То тот грех прощался Вот посмотрим, где Этот грех Трогал сердце человека Когда делался крайне грешен Притом объяснение его Я искал у святых отцов И не нашел ни у кого Я потом стал искать А почему? Святые отцы об этом молчали Они же святые Причина две Они не знали этого Не пережили этого Или до нас не дошли их труды Ну сказать, что все труды На эту тему не дошли Это очень сомнительно Даже по террористу вероятности Это не действительно так Значит остается один вариант Они не знали этого Не обращали на это внимания Откуда известно? Вторая книга Царств 24.10 И сдрогнуло сердце Давидова После того, как он Считал народ Точка Что делал там? Умерщал противников И изничтожал Всех до одного Даже беременных женщин Всех разрубал Для чего, чтобы кто не сказал Какой он есть Когда он служил В другом месте Царю Антусов А здесь сердце вздрогнуло И сказал Давид Господу Тяжко согрешил я Поступив так И ныне молю тебя, Господи Прости грех раба твоего Ибо крайне неразумно поступил я Ну что ж ты такое сделал, Давид? Людей сосчитал Перепись прошла Ну какой же в этом грех? Когда людей сегодня спрашивают А так переписи нельзя участвовать Перепись идет Спрячься куда-то Паспорт никому не давай Это не примитивно Это не деревянные мозги А вообще мозгов нет Мы в Библии считаем Не об одной переписи А о нескольких И ни с кого Бог не спрашивал И Христос в перепись попал Оказывается И не согрешил же он этим Потому что в один царя Августа В те царя Августа Была перепись И дальше говорит Проверение к верению Сирии Это первая была И первая, и вторая, и третья Еще была перепись Сразу скажу О чем речь? О том, что Давид Сосчитал не просто народ А могущих носить Оружие С кем он может воевать У нас вот армия такая Мы самый мощный Советский Союз Нам равных нет У нас ракета Сатана Название такое И мы непобедимы Бог разрушил И ничего нет Тяжко согрешили Никогда не считайте Много У нас мало Кто-то уехал А это ничего не значит Большинство там, где Бог Зато он говорит Я один Но истины никому не уступлю Хотя бы остался Совершенно один Вот и все Давид этого не понял Послал его А Иав Пошел считать Еще и говорит Сарь, не надо Бог добавит еще Народ плодится Жизнь мирная Женщины плодовитые По нескольку жену Народ быстро Примывает Сосчитай И он ничего не мог сделать Царский указ Превозмог его А это было Вопреки Духа Святого И когда сосчитал Еще ничего нет Все нормально Так же светит мирно Солнце Поет птицы И вдруг сердце Давида Упало Дрогнуло Еще он не знает Результаты Но вот теперь Дух Святой Его коснулся Сначала он противился Иау Когда он обречал его А в это время Тяжко согрешил я И тогда Бог стал предлагать Ему Вот три варианта Тебе Три варианта Гибели Что ты им берешь И он опять Пошел на то Что пусть народ гибнет Так и меня не трогать Понимаете Как трудно Ветхую Природу Человека Ломать Под Бога Никогда Не надо смотреть На то Нравится кому-то Не нравится Будь верен В Слове Говори Его Вовремя И не вовремя Христос Уходя из этой жизни Молился И эта молитва Самая длинная На страницах Библии Она называется Первосвященническая молитва Там нет слова Первосвященник Но так она вошла в историю Что Христос Есть первосвященник Будущих благ И он молился И в этой молитве Самое главное Да будут все Едино Как мы С Отцом Это главная молитва Молитва на то Что расходитесь Кто-то не так молится Что такого нигде нет Пророк Илья Молился рядом Все Ваалово Жрецы было И чем закончилось Этот ракуменизм Закончился Полной победой Ильи И об этом мы считаем Во всех книгах Библии Молитва святого Ничем не ограничена И препятствий Ей никто не может Никто С кем бы ты ни молился Где бы ты ни был Только не участвуй В словах Которые не сходятся С учением Православной Церкви Ты этим тяжко Ты грешишь Третья книга Маковейская 2.11 Вот и мы Святый Царь За многие И великие грехи Наши бедствуем Мы преданы Врагам Говорят о многих Тяжких грехах Почему в России Была революция Говорю Ни разу Ни у кого Не просчитал Из зарубежных Где этих местных Почему была революция Ни разу и нигде Был за рубежом У меня почти вся литература Какая была у них Они мне дали Я привез очень много С них И ни одного слова На это нигде не слышал Что главный грех В чем был Противление Духу Святому Сегодня сошествие Духа Святого Это противление Духа Святого Было в Старской России Это противление Зарубежной Церкви Московской Патриархии Везде и всюду А заключалось в чем И придет Дух Святой И научит на всякую правду И обличить мир А вот этого-то и не было А чтобы обличить мир А тогда радио не было Интернет не существовал Надо было идти В каждый дом И заходить И проповедовать Идите по всему миру Это последняя Пова Христа Как это можно было не видеть Читают Евангелие А вот с таким крестом Двумя или тремя Вот об этом будут разговаривать Еще в Писании нету А что сказал Идите по всему миру Вообще этого нету нигде Я нигде не прочитал Что Грайн Краштавский говорил Боря нам Что я не посылаю людей На проповедь А там сектанты Да не потому сектанты Что не научены Они добрые с сердцем И первые-то Которые отошли От православных сектант Это они не по злу отходили Потому что Слово Божие неизвестно Они получили Евангелие Вернувшиеся из плена В Германии Когда были И они увидели Что тьма Ничего не знают Собираются вместе Изучают Еще в церковь ходят И спрашивают Батюшка А что лучше В церковь ходить В воскресенье Или дома сидеть Словом Божьим заниматься Батюшка просто сказал бы Вы приходите в церковь И мы сейчас Словом Божьим занимаемся Проповедуем А потом придем Я с вами буду Священник постоял Не знаю Он не знает Это сегодня И не знает Ты можешь стоять Часами в храме Но не зная Слова Божия Ты просто столбом Сделаешься Дух Святой Придет и наставит А как он наставит Если пропадать И будет А Господь говорит Сидите И сведитесь Здесь и где Вот это монастырь На всей земле И Дух Святой Придет И обречет вас Силою И И будете Мне Свидетелями Кто Да все Да одного Это самый тяжкий Грех Который в православии Был Нет проповеди Евангелие Скрыто И сатана Сегодня этим Мракобесием Отравляет Серца людей Слушай Человек Нету Наполовину Нету Почему А кто бы сказал Поп сказал Епископ сказал А ты бы сказал Отойди от меня Сатана Ты мне соблазн Потому что Бог призывает К единению И к слышанию Слова Господня А кто закрывает Ух От слышания А я буду молить Садом Молить Аталом Мерзость 28.9 Придет Соломона Вторая книга Езы 8.73 Еще от времени Отцов наших И до сего дня Мы находимся В великом грехе Нарушения Заповеди Божьей Народу Израильскому Запрещено было Общаться С другими Народностями Чтобы Не принять Нидолопоклон Сарай Это принимали Да слушай Рядом Считай Писание Опять Валу поклоняются Опять Остарке Поклоняются Вот поэтому Экономы были А если бы Они шли туда И свидетельствовали Бог благословляет На это Проповедуем Во время И не во время Когда не во время А в любое время Дня и ночи Свидетельствуй Ты не знаешь Результаты Какие будут От Слова Божия Если оно не сеяно Я всегда говорю На огороде Ничего не сею Сто процентная гарантия Там ничего не вырастет Винограда не будет А он посеял Тут надо То ли будет То ли нет Может жук съест Может завтра Побудет Поэтому Надежда Не постыжает Человека Вторая езда 8.83 И все Что приключается Нам Бывает За злые дела Наши И за великие Грехи наши Ты Господи Облегчил Грехи наши Грех надо знать Почему он Крайне Тяжек Потому что Заповедь была Вот заповеди пока нет Не стоит Светофор красный Шофер проехал С него ничего не спросится Потому что Ну нет указателя А когда указатель стоит Да еще фиксирует его Он может отговариваться Не заметил Я да просмотрел Да задумался Милиционер на это во внимание Никакого не берет Ты обязан ответить по закону У нас есть заповедь Да будут все едино Меня спрашивают Вот я приехал бы куда-то Я не знаю Когда-то арестовали А потом на поселение А в этом поселении Я приехал бы А сейчас там Одни Пятидесятники Вот в воскресенье Где бы ты был Где Собрание у них И пошел бы Где мы жили в Пензе Мы Ни одного собрания Бапсистского не пропустили В Баруле точно так же У них 4 раза в неделю Мы 4 раза в неделю ходили А они Их члены Не все посещают Нас всегда Они там видели И я как Многое получил Еще и трудно сказать Где я больше получил Почему? Я знал Что нужно быть едиными На результат какой Я могу показать Людей Которые пришли Бапсистов Стали у нас Священниками Православными А те Которые Говорили Ни сообщайся Ни молись Нигде Они что могут показать Кроме тьмы Своей души И злобы Эти люди Крайне озлоблены будут Бойтесь Как огня Противление Духу Святому Сегодняшний день Пятидесятница Раскрывает душу Идите Пусть ему Милы Двери открыты А ты стой Сейчас думай Кому еще не сказал Так Работал Там-то Надо обязательно Сходить на работу Там знакомые Позвоню Этим людям Возвещу Сирака 6-26 стих И не говори Милосердие его велико Он простит Множество грехов моих В первую очередь Об этом не молятся Я сегодня считал Как сказать Возвание Зарубежного синонова За 96-й год Конечно Многое изменилось За эти 12 лет И наши Писки там Подписаны Под этом Говорят о грешении О том Что надо Исповедоваться Причащаться Слова правильные Все Ну Совершенно Они достигают Сердца Эти слова Взятые Из них И жизни Делаются Мертвыми Где нет Духотворения Духа Святого И думаю Если бы сказали так Что мы здесь Находимся Потому что Не свидетельствовали Революционеры Пошли потому-то И потому-то За таким Обманщиком Вот Мы оказались За границей Потому и потому Что не было Свидетельства А за границей Оказались Половина Католики Ушли Сектанты Потому что Они учили 70 лет Только один день Мелькнул И ничему не научились Я вчера Прочитал Сегодня Встал утром На свежую голову Да еще раз Прочитаю Взял карандаш Прочитал 10 епископов Я ничего не могу Только падать И плакать Они не знают Они не видят Погибели А только одно Ни с кем не сообщается Что ты надмиваешься Старостильные греки Православные С нами ведь Вместе тоже Молиться не будут Они ни с кем Молиться не будут Хотя их там Шесть разных юридикций Бог не сказал Дробить из-за того Какая борода У тебя как пальцы сложил А говорит Для Бога Все едины Ты любишь Христа И я люблю Давай вместе Поблагодарим Бога И прославивая Единого Святой Троицы Умершего за нас Который дал Дар Духа Святого Мы говорим Самое главное Что Христос родился Главное Да главное То что Христос умер Но результат Всего в Троицу придет Потому что Жертва за грех Принесенная Христом На Голгопе Должна была Явиться на небо Иоанн Златоуз Говорит Наш начаток Потому что начальник Это первоначально Это тело И земли взятное И оно У Христа было такое же Он его вознес И 10 дней Как будто там Идут переговоры На небе Ну святые отцы Так Описывают Как будто Хотя выигрывают Эту тему И Он говорит Отец Я страдал на них Эти люди Небольшие Они слепые Откроем глаза Нельзя этого сделать Они враждебные люди Я умный за них Они примиренные Отец Они никогда Не будут смотреть прямо Дай им Духа Святого И Христос уговаривает Как бы Ну образно Конечно надо понимать И через 10 дней Сходит Дух Святой Почему Примиренное человечество Получает Дану Духа Святого И от Духа Святого Все возрождается И живет Детцы И вся исполняет Сокровища благих И жизни Подателю Повторяйте Одну страшную Фразу И спасание Клима Кто Духа Святого Не имеет Тот не Его Это надо День и ночь Стоять и молиться Господи Если я имею Духа Святого То как Он проявляется Он проявляется В единстве В любви В благовестии И строгости Наличие Духа Святого Проявляется В жизни Жизни Подателю Да какая это жизнь Когда все Неверующие Рядом Рядом И близкие Не знают Бога Потому что Не было там Свидетельства Живого А людям Просто прийти Стоять с нами А человек Стоит Он еще полежит Там телевизор Интересно А ты покажи То что у нас В миллионы крат Выше того Что они имеют Покажи им Христа Вот сегодняшний день Это день Начала Начала Церкви Запомните У всего есть Начало Как в книгу Генниса Замостров Сегодняшний день Образовался церковь Христосу В церкви нет Ну и умер Что А если церкви То нет Христова Невеста Еще не куплена Еще не создана Еще не родилась Рождество Христа Знают А рождение церкви Спроси сегодня День Троицы А что рождение Церкви Сегодня Ну кто же Про это знает И родилась От Духа Святого И родилась От проповеди Апостолов И кто начал проповедовать Никакой академии Не заканчивал Обыкновенный рыбак Но какой степен Забросил И не прорвалась В 2000 лет Тянет и тянет К берегу Суда Божие Книга Бытие 18-20 И сказал Господь Вовль садом И гамор Велик он И грек их Тяжел он Весьма Почему Потому что Сама природа Лучит естественное Употребление Женского пола И сегодня Вот этот Разврат Сеется везде Вот эти моды Дают все Гому сексуалисты И грех их Весьма тяжек Это не просто Женщина надела Мужскую одежду И ходит И священники Ни по вниманию Обращают Почему А если бы сказали Кто носил Ножи дом Мужскую одежду Там Невилки Храм не заходите Сегодня храмы Были бы пустые Поэтому священники Планку понизили Это ничего не значит Просто брюшная пара Разные слова скажут Это грех Содома и Гаморы И он весьма тяжек И вовль великий И огонь У Бога Приближается Кадимец ангела Наполнили углями И просыпет на землю Об этом Надо молиться И детей своих Научить так Чтобы они страшились Мужской одежды Чтобы было Благоговейное Отношение у мальчиков Друг к другу Бытие 20 глав 9 стих И призвал Амелех Авраама И сказал ему Что ты с нами Сделал С чем согрешил Я против тебя Что ты навел Беду на меня И на царство Мое Великий грех Не все знают Что случилось Когда он Нашел в ту страну Асара Была у него Красавица И он говорит Ассар Что ты скажи Что моя сестра Хотя она ему И была Двоюродная сестра А он увидел Что красивая В горе Но ночь Я явился Господь И сказал Я убью тебя Ты разнял жену И вот он Призвал Авраама И говорит Зачем ты Такой Великий грех Навел Поэтому Никакими Человеческими И в хищрении Никого не спасти Умете прямо сказать Иногда приходится Выбирать момент А иногда и времени Нет Просто подойти И сказать Дело стоит Вот так Человек огневается А потом что Еще и дары Он ему Аврааму дал Откуда и агарта Видать появилась Так считают Толкователи А если бы сказал Правды Этого не было Великий грех Говорит неправду Великий грех Скрывать что-то Достойное осуждение Исход 32-21 И сказал Моисей Аарум Что сделал тебе Народ Сели Что ты Ввел его В грех Великий Что сделали Русские люди Такого Что священники Скрыли Слово Божие Священники Не люди Люди не могли Скрывать У них его не было Но в Евангелии Это в церкви было Евангелие Не могут вести На сегодняшний день Многие Оно переводится Вот сейчас Мы стоим здесь И может Именно сегодня Переводится На якутский язык На чувашский На чеченский На разные языки мира Все еще переводят И переводят Это люди Делают По внушению Духа Святого Не иначе В этом деле Слава Богу Участвуют и православные Ищут Ищут Таких И вот Аарон Сделал великий грех Сделал идол Отболтовательца То есть всякая Попытка Отвернуть взгляд От Христа Это великий грех Вы научитесь Так рассказывать Я молюсь Господу И между мной И Богом Никакой прокладки Не должно быть А кто-то запрещает Где-то Какое ты имеешь право Между мной И Богом вмешиваться Я перед Богом И я Богу молюсь Сегодня день Господень И я в храме Превыше всего Держи заповедь Христова Да будут все едины На небе Перегородок не будет Я так мысленно Прекидываю А представьте Что Окажутся спасенными Католики Окажутся спасенными Те О ком даже не думали Григорияна Армяне Которые были Со священством Там на небе Да примерять Никто не будет Значит Где-то выступает Момент На земле Этот Первая книга Царств 2.17 И грех этих Молодых людей Был весьма велик Перед Господом Ибо они Отвращали от Жертвоприношений Господу Это не просто Молодые ребята Бегали Прыгали Это были По нашему Сказать Митрополиты Это сыновья Священника Илья Они нарушали Запад Запад была такая Принеси жертв А потом там Плечо Отрежешь Это священнику На жарпой На шашлык А они наоборот Сначала выбирали Все еще останется То Богу Возьми Боже Что мне не Боже И народ это видел Некоторые люди Это знали закон И их это Отвращало Грех священников Такой был великий Что люди Массами Тысячами Стали отходить От православной церкви Почему А папа еще не делает Посмотри Я работал у него Во время поста И есть все Мешное Ну может И добавляет что-то Но было же Я не раду Не слышал такого Чтобы человек Работал у священника И там И батюшка с нами Каждый день Проводил занятия Хотя по полчаса Как много я узнал Находясь С батюшкой Со священниками Ни разу не считал Нигде этого не написано Ну Епископ Павлин Который Сам себя продал В рабство И там сидит Но это история Давняя-давняя Четвертого века И в связи у этого Делать вывод Нам Дух Святой Обречил Батюшку Они были Похинуты А первосвященник Ильик Куда смотрел Он же патриархин был И Англотолог Говорит Рецепт был Но не использован Твои дети Тебя не слушаются А что делать Помни По пальцам Пережимай Первое Их нужно было что Связывать Избивать И изгонять Все Ко мне претензий Никаких не предъявляй Это я вам зато вот говорил И тогда Тогда бы Ильи спас Свою душу А если бы Они не покаялись А теперь Вина на них будет Он не говорил И Господь сказал И ты с ними вместе пойдешь Поэтому Никогда не спрашивайте Ребенка Пойдет он храну Или нет Вещи разводят Я уговорила Своего Внука В церковь пойти Внука Ну 4 года И он дал согласие Ты тоже бы умер Бабка Ребенок Уговаривает его А ты его не поднимай Он будет только лежать Он лежу будет есть Он вставать вообще не будет В школу же мы не уговариваем Пошел в школу Сегодня Первый день занятия А в церковь надо уговаривать Четырехлетнего Это безумие Внутри нас Дух святой Так не делает Заталут говорит Видишь Воскресный день Человек поехал На пашню Стащи его С телеги Устрой драку Когда считаешь Так хулиганство какое Это посигновение На лишнем А вот эти слова Тоже ответишь И скажи Я спасаю душу Я тащу в храм Я уже сегодня Кое с кем успел Схватиться Не идете в храм Как много вы теряете Чужому мракобесию Вы покоряетесь Это нехорошо Бог зовет нас К единению К любви Первый царь 12.12 Вы узнаете Увидите Как велик грех Который вы сделали Перед очами Господа Простя себе царя Вот оно голосование наше А еще особенного Я проголосовал За президента Велик грех сделал ты Я говорю Ну до некоторых Не доходит Они просили царя И называется Великий грех Почему Ты не знаешь Кого просить Тем более неверующий Которого масоны поставили И ты за масона Поднимаешь руку Проси в этом грехе Тяжком сегодня Прощение Милосердия Божия Ты же разве не знаешь Что все они поставлены Только для одного Чтобы привести К мировому владычеству И чтобы один Атихрист был Все президенты Мира на единого Китайские Русские А египетские Все до единого Они тоже Много не знают Если они думают Знают То евреи Протоколы говорят Это только прихожие Которые бы их запустили А дальше мы их не запускаем Конечная цель Известна нам Задача всех Картихристу под ноги Под ноги положить Вторая параллель Паминут 28-13 И сказали им Не водите сюда пленных Потому что грех был бы нам Перед Господом Неужели вы думаете Прибавить грехам нашим И преступлениям нашим Велика вина наша И пламень гнева Господи над Израилем Боевали Иудеи и Сазаритяны Взяли пленных И повели домой И пророк вышел на встречу Ну с тобой взял помощника Вы что делаете? Какие пленные? Вы накормите их Напоите Оденьте Раны перевяжите Отпустите домой Вот что с нас Господь спросит А не так припоминать А где виноват Тот-то реформатор Там или Нинком Или Петр Первый Или Сталин Я перед Богом стою Все прощаю И сегодня я прошу Прочтите друг друга Начнем с новой страницы Я все запутал на этом этаже Мы переходим на другой этаж Пусть он путается здесь Любите Господа Этот день пусть будет Днем памятным Иеремия 6 на 10 Когда ты перескажешь народу Сему все эти слова И они скажут тебе За что инверек на нас Господь все это Великое бедствие И какие наши неправды И какой наш грех Который мы согрешили Перед Господом Богом нашим Я абсолютно точно знаю На грехи народа Сегодняшний день Никто не будет указывать А Дух Святой пришел Как раз для этого Обречить мир И в неправды И в суде А если бы сегодня В каждом храме Была проповедь о том Что Россия В таком состоянии Бедственном Что народ вымирает Единственное потому Что Дух Святой Покинул людей И если бы Духа Святого Просили Не просто на коленях Сегодня молитва 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 Одущий Святого И люди стоят То же самое Их не касаются Молитва Которая сегодня Зимняя Считается на коленях Это элемент Богослужения К ним надо Подвести человека И каждое предложение Показать Но в этих молитвах Я самого главного Я касаюсь темы За которые меня Просто повесят Самое главное Нет Что Дух Святой Обличит Молитвы И правды В молитвах этого нет И Дух Святой Нам благовестия Всех посылают В молитвах этого Тоже нет Выходя сегодня Из храма Скажем Господи Ты нас обличил Через Слово Твое Святое Соделай нас Женами Женами Мироносицами Соделай нас Последователями Святых Апостолов И чтобы Вечности Мы явились Ведомые Духом Святым Аминь Аминь